Добрый день! Меня зовут Андрей Пианковский, мы начинаем наш еженедельный стрим на видеоканале Андрея Пианковской. Я заглавил его сегодня «Добро пожаловать в Жешу, товарищи!». Это предложение, мне кажется, адекватно передает сегодняшнее настроение военно-политического руководства Польши. И мы подойдем к подробному анализу этой ситуации, где-то уже ближе к концу нашего стрима, когда будем говорить о перспективах дальнейшего развития российской и украинской войны. А предварительно я хочу все-таки некой панорамой этих 600 дней войны проанализировать, как менялись позиции, цели, интересы основных игроков России, Украины, Запада, в общем, отдельные Соединенных Штатов и европейских стран. Ну, начнем, собственно, с российского замысла войны. Все началось с ультиматума Путина, который прозвучал сначала в его знаменитой Мюнхенской речи, в которой он так глубоко объяснился в ненависти к Западу, пожаловался на расширение НАТО традиционно. Вот расширение НАТО – это совершенно неправильный термин. Он вот как-то укоренился благодаря российской пропаганде и вошел в общественное сознание. Расширение НАТО на восток. То, что происходило, это не расширение НАТО на восток. Это бегство стран Восточной Европы, вырвавшихся из советской диктатуры, бегство на Запад. Не НАТО расширялось на восток, а страны Запада, страны Восточной Европы, получали гарантии безопасности от НАТО. Путин задумал примерно в это время, когда он произносил свою знаменитую менеджерскую речь, план реванша. Реванша над Западом. Реванша за поражение Советского Союза в холодной войне, которая, ну, по существу, это была Третья мировая война, холодная, которую проиграл Советский Союз с Западом. Путин и коллективное, клубинное КГБ, которое поставил этого мелкого чиновника и своего мелкого сотрудника у власти, задумал взять реванш за это поражение. Ну, так же, как Гитлер, в свое время задумал взять реванш за поражение Германии в Первой мировой войне и развязал самую пока кровопролитную в мировой истории Вторую мировую войну. Но возникает вопрос, естественно, а как вот это государство, путинское дзюдохирия, так называемое, уступающее по всем показателям, экономическим, цивилизационным, в области конвенциональных вооружений Запада-НАТО в разы и на порядке, могло рассчитывать на победу в этой войне. А очень просто. План Путина – это был ядерный шантаж. Он решил нарушить так называемую концепцию взаимного гарантированного уничтожения, которое с 1972 года, после достижения ряда договоренностей между Соединенными Штатами и Советским Союзом, держало мир. Советские и американские руководители пришли к выводу, что они не могут, ни одна из сторон не может выиграть ядерную войну. Единственным сценарием ядерной войны будет взаимное гарантированное уничтожение. Но те люди, которые внушили Путину эти безумные идеи, предложили им сценарий, ему сценарий так называемой ограниченной ядерной войны. А именно, он выдвигает какое-нибудь требование территориальное, ну, например, встает на границах Эстонии и требует вернуть ему район Нарвы, воссоединить русскоязычных жителей, мечтающих воссоединиться с матерью Родины. И угрожает, что в случае сопротивления и угрожает послать войска для реализации этой цели. А в случае сопротивления он применит ядерное оружие. Ну, почему здесь не сработает концепция взаимного гарантированного сражения? Почему он не получит ответ на ядерный удар? А очень просто он рассуждает. А Запад не захочет умирать за Нарву. Он полагает, что... Он повторяет классический вопрос Гитлера, который угрожал Западу все время. А вы готовы умирать за Данцек? Вот такова была его концепция победы над Западом. И когда он начинал войну 24 февраля против Украины, он объявлял войну всему Западу. Он не оставил в этом никаких сомнений. Еще где-то в середине декабря он предъявил Запад ультиматум. «Собирайте манатки и убирайтесь вон». «Убирайтесь вон» — это на ту линию в Европе. Я ее всегда называл линией Батыя-Джугашвили максимального продвижения на Запад у Улуса Джучи. Соответственно, в 1245 году ханом Батыем и в 1945 году генеральным секретарем и прессе с товарищем Сталином. он полагал, что вот Запад уступит этому шантажу. После того, как взяв Киев за 7 дней, а такова, собственно, была оценка потом американской разведки и возможности в ореоле этой победы, он встанет на границе Балтии и Польши. Польши, Балтии и Польши. Но мы помним ту ситуацию, то состояние Запада, и я думаю, что ему удался бы этот шантаж в случае успеха. Но все карты сломало ему и американским разведным службам, которые именно такой сценарий прогнозировали. Героическое сопротивление Украины, то поражение, которое оно нанесло русским войскам под Киевом, Суммами, Черниговым, практически голыми руками, отразив эту агрессию. В июле месяце, июль месяц был для нас месяцем очень многих откровений на обстоятельства начала войны, хода войны и планов Запада по ее завершению. Но два, на мой взгляд, фантастических исторических документа стали нашим достоянием. Это опубликованная 7 июля в журнале «Ньюцвик» статья о переговорах директора ЦРУ Бернса в Москве 2 ноября 2011 года. Это хвалебная статья, описывающая, как замечательно спас мир от большой войны замечательный директор ЦРУ Бернс. Она открывает нам то, о чем, в общем, догадывались люди, что какое-то соглашение было достигнуто Бернсом во время его визита. И эта статья, написанная, скорее всего, по заказу ЦРУ даже, она откровенно говорит о параметрах этого соглашения. Бернс достигнул там, заключил в Кремле некий «ground rules of war», понимая, что все эти хождения российских войск вокруг украинской границы вдоль Украины, они не случайны, они предвещают большую войну. Он, собственно, поторопился определить какие-то правила этой войны и очень гордился этими правилами. Значит, с одной стороны, он гарантировал, со своей стороны, он гарантировал Путину, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы от них зависящее, чтобы в ходе этой войны неизбежно, и как он уже понимал, 2 ноября 2021 года, они добьются, чтобы Украина ни в коем случае не наносила ответных ударов по российской территории. То есть сопротивлялась второй в мире российской армии и крупнейшей в мире ядерной державы со связанными за спиной руками. А что же он получил в ответ? Ответ он получил, что наступление Путина будет лимит, что Путин лимит his assault to Ukraine, ограничит свое наступление, лимит to Ukraine, ограничит свое наступление только Украиной, не будет нападать на страны НАТО. Вы понимаете, что произошло, если это так спокойно посмотреть открытыми глазами? Великая могущественная НАТО, созданная в 1948 году для того, чтобы защитить западный, свободный, цивилизованный мир от нашествия Ордс-Востока, получает, просит, просит агрессора не нападать на них и обещает за это не мешать его нападению на Украину, не позволять украинцам отвечать ударами по территории России. То есть иных средств защитить НАТО не имеет. Оно уже создано, достаточно было сказать, почему нужно было продать Украину для того, чтобы, как любил говорить в те же дни президент Байден, защищать каждый инч территорий НАТО. Нет, для того, чтобы защитить каждый инч территорий НАТО, обязан Америке, во всяком случае, директору Бёрд, остается открытым вопрос, конечно, насколько он представлял в этих переговорах Соединенные Штаты, потому что в той же статье подчеркивается, что никакого письменного соглашения нет, а это некое устное прекрасное понимание сторонами друг к другу. Путин воспринял это как зеленый свет для нападения на Украину, ему обеспечены благоприятные условия, не только НАТО не будет вступаться за Украину, наоборот, оно выпросило индульгенцию, Путин обещал, что не будет атаковать НАТО, но за это НАТО обещало связать Украине руки за спиной во время его наступления. Чрезвычайно поощренный таком неожиданным подарком Путин тут же и забыл про свое обещание НАТО не наступать, не ограничивать свое наступление Украины. Он выступил с ультиматумом. Этот ультиматум, о котором я уже сказал, собирайте монатки, убирайте свон, Путин озвучил 15 декабря. Настолько он презирал в эти дни, в эти месяцы Соединенные Штаты со всех его и их условиями и договоренностей. Этот план Путина, усуществив победы в третьей, в четвертой мировой войне, реванша над Западом. План, которому очень поспособствовал господин Бёртс, обещав Путин. Он выполнил это свое обещание все 600 дней. Он носится между Москвой, Киевом и Вашингтоном, стараясь не допустить ударов Украины по российской территории. Но поражение, которое практически голыми руками Киржескан нанесла Второй армией мили Украина, оно изменило, изменило ситуацию. И ответом на этот героический подвиг Украины не могли бы быть решения других фигур администрации Байдена, которая приняла решение оказывать значительную военную помощь Украине. Настроение других бывших чиновников, прежде всего Блинкина и Остина, оба они выразили очень четко во время своего визита в Киев, когда заявили, это было уже в мае, когда уже разворачивалась помощь Соединенных Штатов, в мае, когда они заявили, что цель Соединенных Штатов в этой войне победа Украины, ослабление России до такой степени, что она никогда больше не смогла повторить агрессию. И они одержали во внутренней борьбе администрации Байдена победу с сопротивлением, с сопротивлением, но последовательно преодолевая сопротивление того же Бернса и Селивана, они добивались, чтобы президент Байден оказывал все большую помощь Украине, все более технологически значимую, очень серьезные переломы несли хаймерсы в свое время, гаубицы, хаймерсы, патриотс, противовоздушная оборона, эбрамсы, все новый вид вооружения, который передавался, всегда задерживался на очень значимое время. Вот это и было проявлением той внутренней борьбы и ненешительности в американской администрации. Но тем не менее, примерно в течение полугода войны преобладала, пусть преодолевая громадное сопротивление и запаздыванием, преобладала линия такого серьезного вооружения Украины, которое позволило Украине не только выгнать врага с окрестностей Киева, но и перейти в наступление на ряде фронтов и добиться тех успехов. Вплоть до последнего в летний период было освобождение Херсона. Следующий этап выступления он четко был обрисован генералом Заужином в его знаменитом интервью журналу «Экономис», по-моему. Это выход к морю Казовскому, это изоляция Крыма, превращение группировки его в громадный котел для российской группировки и стратегическое поражение России. Для этого совершенно необходимы были такие средства, как авиация, современные самолеты F-16 и дальнобойные ракеты «Этакс», которые могли использовать те же «Хаймерс», уже поставленные в Украине. вот здесь началось ожесточённое сопротивление группы Селивана Бёрнса. И у меня такое впечатление, что где-то последние месяцы июль, июнь, июль они преобладали в американской администрации. Эти месяцы они сопровождались и довольно неприятной позицией Соединённых Штатов в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Вот мы помним позицию Соединённых Штатов категорически против не только даже приёма Украины в НАТО вот сейчас, сегодня, но твёрдого обещания принять Украину в НАТО после победы. Немедленно после победы, как об этом говорил уже неоднократно генеральный секретарь Столкенберг. Вот в последнее время нам стали известны и такие детали, что оказывается администрация Байдена уже в ходе в ходе саммита, а именно администрации прежде всего Селиван. Он был такой первой скрипкой в администрации в эти два месяца явно. Селиван требовал, чтобы вообще не было упоминания о членстве НАТО и в Украине в НАТО. Категорически возражал против вот той фразы, которая оказалась в коммунике НАТО и которая начинает вот этот абзац СОНАТО, что будущее Украины это в НАТО. Ну там есть формула, которая нас совершенно не устраивает, она просто оскорбительна Украине, когда будут выполнены условия, когда conditions will be met. Как правильно еще указывал Киссинджер, резко изменивший свою позицию по Украине где-то в середине прошлого года, Украины де-факто, он первым из американских деятелей это сказал, Украина де-факто член НАТО и конечно мы должны продумать как она должна стать де-юре, потому что украинская армия это единственная армия, которая выполняет ту функцию, ради которой НАТО было создано 70 лет назад. Но тем не менее вот антагонизм американской администрации в этом вопросе зашел настолько далеко, что это вызвало неприятие всех других стран НАТО и была в основном та формулировка, которую мы знаем. Масштаб вот этого сопротивления победе Украины группы Селивана и Бернса стал очевиден после обнародования другого, еще более невероятного документа. Оказалось, что провозглашая официальный лозунг «Ничего без Украины, ничего об Украине без Украины», на самом деле Соединенные Штаты вели так называемые «second track» переговоры с Российской Федерацией. Что такое «second track»? Это тот метод, модель, которая возникла в российско-американской дипломатии где-то еще 10-15 лет назад. Ну, видимо, продуманная она была на Лубянке. Она заключалась в следующем, что вот трудно иногда и зачастую договариваться официальным представителем делегации МИДа, администрации президента, но они скованы дипломатическими условностями, не хватает им такого творческих смелости в творческих поисках. Они опасаются, что какие-то сведения могут стать достоянием общественности и трудно будет прийти к соглашениям. Давайте придумаем второй трек, так, видимо, предложила российская страна. Пусть встречаются неофициальные чиновники, а независимые эксперты. С одной стороны, с российской, с американской. Независимые, но в то же время очень серьезные, информированные, близкие к властям, прекрасно понимающие позицию властей и стремящиеся найти какие-то нестандартные творческие решения. Вот так это все очень хорошо звучало. А потом перешли и к формированию этих групп. Вот классическим примером были знаменитые переговоры на финском острове Койста летом 2014 года, как раз по вопросам Украины, естественно. Американскую группу независимых, абсолютно независимых экспертов возглавлял Томас Грэм, бывший директор по России в Совете национальной безопасности при президенте Буша-младшем. Я уже рассказывал о нем неоднократно, видимо, наша аудитория знает, что вот этот Грэм это стопроцентный агент влияния России. Он еще в 2005 году оставил эту очень престижную и высокооплачиваемую должность в администрации президента Буша и перешел в такую организованную международную организацию группа мудрецов. Была составлена группа мудрецов во главе с Кисленджером, который тогда занимал такую жестко пророссийскую антиукраинскую позицию. Надо отдать должное старику на своем сотом году жизни, он от нее отказался, в отличие от многих других. и в этой группе Грэм стал правой рукой Кисленджа, отвечал за всю русскую повестку дня и прежде всего русско-украинскую взаимоотношения и повторял все тезисы Кисленджа, или вернее он их и формулировал, наверное, это нейтрализация Украины, финляндизация, учитывать интересы России, озабоченности, надо нам как-то Россию рано или поздно перевербовать на нашу сторону, в нашем наиболее важном столкновении с Китаем, а летом надо пойти навстречу русским в какие-то вопросы, которые очень важны им, а не столько важны для нас, как, например, Украина. Вот такой был независимый эксперт, который подобрал, конечно, к себе группу несколько других полезных буржуазных которые, не будучи связаны с российскими спецслужбами и с властями, просто вполне искренне, как полезные буржуазные разделяли те же самые взгляды. А вот интересно, какой независимый эксперт был, возглавлял российский очень независимый, бывший директор службы внешней разведки генерал Трубников. И, естественно, на этих независимых посиделках они выработали ту конструкцию, которая потом была навязана Украине, как Минские соглашения. Это те самые соглашения, про которые Лавров Риббентроп любил повторять. Мы никогда не позволим Украине соскочить с ключка Минских соглашений. Пусть она болтается на них до самого конца, видимо, конца Украины. Ну вот, сейчас решили то же самое повторить. Был создан второй трек и был создан, конечно, во главе с тем же незаменимым, замечательным экспертом Томасом Грэмом, который к этому времени уже отметился тем, что он с размущением ушел от Киссинджера, с которым проработал 15 лет на благо российской дипломатии и ушел и абсолютно не согласен с той точкой зрения, новой точкой зрения Киссинджера по поводу этой войны. Первая встреча этой группы «Секонд Чак Приговоров» прошла торжественно 24 апреля в городе Нью-Йорке. Это, кстати, было известно всей открытой данной, никто их не скрывал, просто тогда еще не знали, что это секонд тракт групп. Просто в этот день военный преступник Лавров, который позорами всей организации ООН явился в Нью-Йорк в этот день попредседательствовать на заседании Совета Безопасности, встречался с господином Грэмом и еще с двумя суперполезными буржуазными очень уважаемыми людьми американских политиками. Один из них это Ричард Хаус, это вообще такой гуру американской политологии. Ну, он и послужил в Газдепе, он был все время директором отдела планирования. 20 лет до самого последнего времени он возглавлял Совет самый престижный по международным отношениям. Он вместе своим другим полезным буржуазным неким Купчманом опубликовал как раз за несколько дней до этой встречи с Вавровым статью мы должны запад должен иметь другую стратегию по Украине. А другая стратегия заключалась естественно в том же, что собственно и повторяли к этому времени все посредники засываемые в Киев, что ни одна из сторон не может победить в этой войне, поэтому мне нужно остановиться, остановить Караполипе, заключить мирное соглашение. Ну, что-то по типу Корейской войны, знаете, Северная Корея и Южная Корея, там между ними ревентализованная зона, и войны нет, и все там хорошо. Вот давайте из Украины сделаем часть, которая останется в России, и как может быть еще какая-то другая часть. Вот эти взгляды собственно обсуждались вместе с Лавровым. И конечно, как и полагается таким секонд трек, это не просто беседа каких-то безответственных политологов, экспертов, это специальная площадка переговоров руководителей стран, тем более с Российской, был супер руководитель, как бы второй в Ираке кремлевский человек. Поэтому и тоже это не скрывалось нигде, это прозвучало в американских СМИ, во многих, в частности в телекомпании NBC, что после этих переговоров, продолжавшись три часа, конечно, Грэм, как дисциплинированный бывший чиновник и сегодня независимый эксперт, посетил, что он и проинформировал, сказано там, брифировал, брифировал Совет по национальной безопасности, а именно, конечно, господина Соливана. То есть эти переговоры шли сведомо, сведомо и, естественно, с богословления Соливана и отражали его точку зрения. После этого он поехал в Москву, несколько раз там был, и эти переговоры с российскими коллегами продолжались. Но бомба разорвалась 27 июня, как я уже неоднократно рассказывал. Неоднократно, потому что это очень важно для понимания всей ситуации, понимания позиций западной страны. Газета Москва Таймс опубликовала большую беседу с Томом Грэмом, очень откровенную. Там не указывается, где он вел эту беседу, но, очевидно, по ее тональности в какой-то американской аудитории, либо в американском посольстве, либо в самой редакции Москвы Таймс, где он рассказывал собственно о содержании и итоге этих переговоров. И который раз я вам все-таки, чтобы это же надо точной информации, что это же не мои интерпретации. Я еще раз прочту слова Томаса Грэма. Они настолько убийственны для людей, которые организовали эти переговоры, что в тот же день офис Селливана отчаянно отмежевывался и опровергал. Мы не имеем никакого отношения к Грэму. Мы никогда никого не посылали, никому ничего не рекомендовали, ничего не транслировали. Наша позиция остается неизменной. Ничего об Украине без Украины. Очень хорошо, что он еще раз подтвердил эту позицию. Но тем не менее, Грэм, который с его ведома и собственно отражая его позицию, а для чего для этого и созданы такие секунд-тракт-группы, поехал в Москву и что он там делал. Вот он рассказывает, что он там делал. Мы дали ясно понять нашим русским собеседникам, что готовы конструктивно обсуждать российские озабоченности в сфере безопасности. Соединенным Штатам нужна сильная Россия, обеспечивающая стабильность всей своей периферии. Мы понимаем, что полная победа над Россией в Европе ослабила бы наши позиции в других регионах мира. Российская мощь, дословно, Russian power не обязательно такая уж плохая вещь. Мы согласились с нашими собеседниками, что шанс украинцев вернуть все свои территории ничтожно малым. Ну как же никакого отношения не имеем, когда первая встреча этих замечательных собеседников проходила в Нью-Йорке 24 июня, о ней все подробно доложил Грэм. Ну и, собственно, при всей чудовищности этого текста он же не выходит за рамки той концепции, которую все время сам Селиван упорно провозглашает. Он же в отличие от Бернса, в отличие, извините, от Селивана, что же они у нас языка-то не срываются, в отличие от наших друзей Блинкина и Остин, ни разу Селиван и Бернс ни разу не выдавили из себя слова победы Украины. Селиван все время говорит не поражение Украины. Вот это не поражение Украины, оно означает, что это часть руководства американского военно-политического, да и вся администрация в тот момент, когда их влияние господствует администрации, не заинтересована, опасается, боится победы Украины. Понимаете, это дело не в том, что мы много говорим о Селиване Бернсе, неприятных вещей, но не было бы Селивана Бернса, обязательно были другие люди. Вот эта концепция, она очень широко представлена в американском политике. Вот я говорил о двух крупнейших американских политологах. Масса таких статей мы найдем. Вот есть такая молодая звезда, некий Сэмюлен Череп, иногда он переводится как Шереп, такой мальчик. это новое племя уже абсолютно бесстыжих агентов России, таких как Дмитрий Симис или Томас Грэм. Он не влезает с Валдайского клуба там всяких премий удостаивается. Ему даже как-то честь была предоставлена лично интервью Путина. Вот к моему удивлению он разъезжал по Украине в прошлом году, беседовал, там с ним беседовали в разных аудиториях на разных каналах, не понимая, что это за человек. Но это вершкушка этого айсберга, а самое главное, что полно таких буржуазных людей, которые искренне верят в то, на что намекал Грэм, что нам нужна русская мощь, русская сила, она тоже может пригодиться в каких-то геополитических конструкциях, поэтому ни в коем случае мы не должны быть заинтересованы в победе, разгромной, унизительной победе Украины. Ну, раньше еще этот тезис «Нам не нужна победа Украины, мы должны ее предотвращать», он еще опирался на продолжение ядерного шантажа, о котором я говорил в самом начале, но к этому времени ядерный шантаж настоящий уже серьезный паблек. Во-вторых, во-первых, то, что нужно отдать должное американской стороне. Вот осенью прошлого года, видимо, в тот период, когда все-таки в окружении Байдена господствовала точку зрения Блинкина и Осина, американцы сделали очень серьезное предупреждение откровенной российской стороне, что последует в случае попытки использования ядерного оружия в Украине или где-то еще. Ну, им очень наглядно объяснили, что ответ будет, но не ядерный, мы не будем повторять ваше преступление, уничтожать какой-нибудь город на украинской территории или в России, мы найдем способ наказать вас более жестоко, а просто вся российская группировка находящаяся на территории Украины будет уничтожена максимум в течение нескольких дней огневым воздействием стран НАТО. Ну, это понятно, если 16 хаймерсов летом прошлого года изменили всю стратегическую ситуацию в конфликте, что сделают там сотни томогавков, сотни самолетов F-16 стран НАТО и так далее. Ну, а кроме того, в качестве вишенки на торте Путину обещали, что его убьют лично. То есть, этот ядерный аргумент сейчас не работает, особенно после событий в Москве, 24 июня этого года, после которого разные есть концепции, разные объяснения этих событий, но все спорящие согласны в одном, в любом случае власть Путина в бункере внутри, власть над своим окружением, над российскими элитами, серьезно ослаба. Но это автоматически в любой преступной структуре совершается, когда первым лицу бросается вызов, и этот вызов остается безнаказанным. Поэтому в этой ситуации, ну, я всегда считал крайне маловероятным использование для наружия по многим причинам, о которых я не буду повторяться. Ну, а сейчас просто такой приказ Путин не отдаст, потому что он знает, что его не выполнить. Ну, как стандартная формула, которая здесь в ходу в Вашингтоне, если Путин не смог отдать приказ убить Пригожина, потому что знал, что его убедился, что этот приказ не будет выполнен, как он может отдать приказ нанести ядерный удар. Выдвигаются два других аргумента, но один из них я уже сформулировал, это нам, это Россия, для чего это там нужна, против Китая, еще неизвестно для чего. Аргументы, ну, неважно, верят эти полезные буржуазные в это. И еще в одну они вещи верят, что если поражение России будет слишком унизительно, начнется, они выучили такое слово русское смюйте, вот смюйте, если Путин уйдет, вся верхушка посыпется, будет русская смута, и это принесет нам, может быть, еще больше неприятностей. Вот эти аргументы. И вот ситуация наша с союзниками была на конец июля довольно сложная. Ощущалось, что эта группа Сельвана и Бернса вовсю господствует и к ее советам прислушивается дедушка Байден. И вот очевидно было, что на готовящейся встрече в Джидде, которую тоже должен быть проводить вездесущий Селиван, это уже вторая встреча с делегациями Глобального Юга, первая проводилась в Каппингагене, ее тоже проводил Селиван. Эта встреча планировалась под очень благовидным предлогом. Давайте подтянем, постараемся подтянуть позицию Глобального Юга, который в целом нейтрален в конфликте и заявляет об этой нейтралицет к позиции Запада. Но и тут какая штука? Вот несмотря на все эти пожелания и опасения Бернса и Селивана, официальная позиция Запада, она политически была сформулирована в первые месяцы конфликта, когда господствовали другие веяния в администрации Байдена, и она сформулирована в нескольких документах Большой Семерки. Это так называемый план Зеленского, который уже не план Зеленского, а по существу ультиматум Большой Семерки, это полный вывод окрупционных войск, гарантии безопасности на послевоенный период, восстановление украинской экономики за счет репараций, наказания военных преступников. От этих планов невозможно отказаться Западу. Они провозгрушены уже документами, десятки раз подтверждены первыми лицами государства. От этого можно отказаться, как хотелось бы, тем же социальными войнами, только уговорив Украину. Ну вот, если Украина сама пойдет на какой-то компромисс, не будет настаивать на полном выводе окрупционных войск. Ну а для начала, если, например, скажут, что давайте сейчас вот сначала договоримся о отводе войск на линию на линию 24 февраля 1922 года, тогда и мы можем смягчить так называемую коллективную позицию Запада. Очень нашу пользу сыграло вот это разоблачение. Это уже раз не раз говорил, это классический ремейк ситуации в конце Второй мировой войны в 1945 году, но это сюжет знаменитого всем постсоветским людям фирма про Штирлица, где Штирлиц предотвратил заключение мира Соединёнными Штатами с Гитлеровским рейхом. Так вот, неизвестные украинские штирлицы предотвратили, сорвали планы по заключению мира между Соединёнными Штатами и Путинским рейхом. Теперь, когда эти планы разобращены публично и Сельвен должен был открещиваться и ничего подобного, ничего такого не было. Естественно, он не мог, для того, чтобы отмежеваться от этих, отгородиться от этих обвинений, он должен показывать свою верность в позиции никаких переговоров только об Украине без Украины и официальной позиции Запада. И именно в таком духе прошёл Жида никаких попыток ослабить, ослабить, уговорить, оказать давление на Украину, чтобы ослабить её позицию Сельвен там, не осмелся предпринять. И, в общем-то, ничего кардинального не произошло, но от того, что все государства, включая Китай, который активно принял участие в саммите, высказать за территориальную целостность и суверенитет Украины, это очень хорошо. И, кроме того, неожиданно, что Иран приехал и тоже высказывался здесь реальную целостность и суверенитет Украины. И, более того, даже официально заявил, что никаких военных поставок мы России не осуществляем. Ну, соврал, конечно, иранский министр Астана. Но очень хорошо, что он уже вынужден врать в этом направлении. Труднее будет ему дальше продолжать эти поставки. То есть, определенный сдвиг этих глобального юга в сторону глобального Запада произошел, но не за счет ослабления позиции Украины. Это хорошо, но что плохо, что удалось достигнуть этой группе, к наступлению, к наступлению Украины проводится без прикрытия с воздуха, без армейской противовоздушной обороны, то есть, без истребителей F-16 и без ракет E-TX. Масштабное стратегическое наступление к выходу к морю через минные поля без воздушного прикрытия проводить невозможно. Это азы военной науки, и об этом очень резко несколько раз напомню своим многочисленным критиком в американских медиа, гонокомандующий дружанными силами Украины генерал Заужин. Он сказал, посмотрите свои военные доктрины, что там написано. Отрицательная новость в том, что эти люди задержали поставку этих вооружений. Почему? Нам теперь понятно, потому что их концепция в их концепцию победы Украины не входит. Они прикрываются вот за этой форму непоражения Украины. Но опять же, будучи разоблаченными, они вынуждены не категорически отказываться от поставки этих вооружений, а наоборот произносить какие-то более обнадеживающие фразы. Что мы слышим из Белого дома и от самого Соливана, и в частности от Байдена, и от администрации Байна, что да, самолеты Ф-16 будут поставлены. И даже Соливан сказал, что будет поставлены, когда его прижали к стенке, вот вы говорите через несколько месяцев, а почему все эти процедуры подготовки летчиков, аэродромов не были осуществлены раньше? он начал защищаться, да нет, не через несколько месяцев, через несколько недель. Наконец последовало официальное разрешение администрации офиса президента на подготовку летчиков в странах Западной Европы. Ну, хорошо, мне кажется, это не рекомендация российского, украинского военно-политического руководства, на мой взгляд, это констатация той позиции, которую приняло сейчас украинское военно-политическое руководство, изменив тактику своих действий на Восточном фронте. Ясно, что идти в такое наступление без через минные поля, без поддержки с воздухом, может быть, и можно было бы выйти к Амолю, как это планировалось, но с такими колоссальными жертвами, которые абсолютно неприемлемы для украинского общества. Украина и так понесла уже для спасения того же Запада, между прочим, от плана, от того ультиматума, которому предоставил Путин, убирайтесь вон, уже потеряла десятки тысяч своих воинов. она не может быть так столь расточительна своим человеческим ресурсом. Поэтому мне представляется, сейчас, учитывая то, что сдвинуть Запад уже с проглашенных политических позиций не удалось сторонникам сделки с Москвой, сейчас очевидная позиция украинских властей держать вот сегодняшнюю линию соприкосновения сторон и ожидать поставки в значительном количестве решающим, делающим разницу на поле боя поставок Ф-16 и поставок дальнобойных ракет ЭТОКС. Ну, пока не помешает, например, в этот период ожидания не помешало бы завершение довольно успешной операции, развертывающей вокруг Бахмута, потому что освобождение Бахмута не будет носить какого-то чисто военного такого крупного значения, но станет громадным политическим и психологическим ударом для российской верхушки и для тех процессов, которые происходят внутри внутри путинского бункера. А там происходят очень важные процессы. Ну, мы видели все реакции, позиции Путина ослабло. Собственно, выражение в армии продолжается, и это было выступление генерала Попова, которого как-то удалось отправить в ссылку в Сирию. Непрекращающееся выступление сторонников генерала Теплинского, которые угрожают сняться со фронта и идти на защиту нашего батя от преступной шайки Шойгу, запятая Герасимова, запятая дальше многоточие. Путин, связав себя твердой поддержкой именно Шойгу и Герасимова, становится в глазах всего этого сообщества генеральского и офицерского тоже целью критики, пока она не произносится вслух, но это многоточие Путина очень прочеркивается. Он изменил свое отношение к войне в этот период, это очень важно об этом рассказать, ведь каково было отношение до его планы, до мятежа Пригожина. Он понимал, что он проиграл вот ту Четвертую мировую войну, которую он хотел развязать как реванш над Западом за поражение в Третьей Холодной. Он понимал, что он проиграл войну за покорение Украины. Помните, на встрече с Вейнкором он объяснял, почему мы не собираемся теперь идти до Киева, и он понимал, что до Киева ему никогда не дойти. Но он отчаянно боролся за эту почетную ничью, которому обеспечивали и масса посредников, и которые ему помогали в ходе этих переговоров, обещали. И вот это переговорщики во главе с Томасом Грэмом. Это перемирие, это закрепление части украинской территории за Российской Федерации, и он продает это как чуть ли не победу, но почетное ничьо. Но по всему его поведению, по всей риторике и действиям, и об этом, между прочим, свидетельствует и вторая часть вот этой беседы Тома Грэма, опубликованной «Москва Таймс», он изменил свою концепцию, он боится, что даже почетно, он понимает, насколько сильно противодействие ему, сколько у него врагов и недоброжелателей внутри элиты, верхушек, и внутри, и среди вооруженных людей, и он понимает, что даже вот эта ничья, но другое дело, что Украина никогда ему это не позволит, на эту ничьи, но теоретически никакая ничья его не устраивает, потому что в случае ничьи, ну, когда все это становится, ему сразу будет задавать вопросы, а зачем все это было, а где ваша демориализация и инвестификация, а за что мы положили десятки тысяч людей, а может быть и сотни, и так далее. Он понял, что в власти он может только удержаться только воюя, ему нужна вот эта вечная война где-то там, где-то там вечная позиционная война, вот взрываются где-то дома, живые кварталы в Украине, где-то в Запорожье или на Донбассе украинцы освобождают одну деревеньку или городок, а может быть русские на следующий день. Вот ему нужна вот такая вяло текущая война, потому что другое, он потеряет власть. Так что я перехожу к второй части откровений, откровений Грэма, мне некогда будет читать слух, я расскажу своими словами, уж поверьте мне, да что поверить, почитайте в Moscow Times или в моих статьях, я подробно это все опубликовал. Они принесли, вот интересно, Грэм начинает чего? Напротив меня за столом сидели senior Putin officials and advices, высшие путинские чиновники и советники. У них была проблема очевидная, они понимали, что война была ошибкой, что нужно ее заканчивать, и они полностью соглашались на предложенный мной вариант, но сказали, у нас есть проблема, Путин на это не согласен. это вот у нас информация с первых рук от ближайших соратников Путина. После мятежа Пригожина Путин уже не хочет почетной ничьи, он боится, что когда боевые действия остановятся, то этот поход не Пригожина какого-нибудь другого генерала возобновится. Он хочет держаться вот за такую вечную войну, а дальше самые сенсационные вещи, и Грэм пишет, как он понимает, эти люди готовы на наше предложение, и если Путин будет их сопротивляться, они готовы от него избавиться. Вот это очень интересный показатель ситуации, царящей в бункере, поэтому вот эта выигрышная позиция, выигрышная позиция Украины, мне кажется, отказаться от несущих громадной потери вариантов продвижения без авиационной поддержки, ждать и требовать эту обещанную каждый день, вновь повторяется это обещание поддержки авиации дальнобойных ракет, и в самом лучшем варианте закончить освобождение Бахмата, которые вот те процессы внутренние, о которых мы теперь знаем, протекающие в кремлевской бунке, оно их взорвёт. А кроме того, я перехожу к самой, мне кажется, интересной части нашей беседы, возвращаемся к этому названию. Добро пожаловать, Жехов, товарищи. Давайте не забывать, кроме вечно колеблющегося американского руководства, у нас имеются и другие союзники. Вот мы очень разочарованы были исходом Вильнюсского саммита. Но давайте не забывать о неожиданной и очень позитивной новости. Известно, что более 20 стран во время этой дискуссии закрытой НАТО высказали за немедленное вступление, немедленный прием Украины в НАТО. Что значит немедленный прием? Это значит немедленное распространение статьи 5 на территории Украины. Значит, правительственные стран были готовы и готовы и сейчас, раз они придерживаются такую позицию, послать свои войска, которые будут сражаться с российским агрессором и умирать, если понадобится, сражаясь вместе с украинскими воинами. Это очень позитивная новость. Безусловно, среди таких стран наш ближайший союзник это Польша. Вот в последнее время в адрес Польши раздается масса угроз. Варшаву возьмем, Жешев возьмем, вот эти беседы Путина с Лукашенко, но скорее всего это была беседа Лукашенко с двойником Путина, над которым тот совершенно нагло измывался Лукашенко над двойником. Путина в его психологическом состоянии он понимает, что война с НАТО для него это катастрофа. Также если Россия пойдет войной НАТО, скажем, нападет на ту же Польшу, то реакция Запада будет такая же, как реакция на возможное применение ядерное оружие. Пятая статья распространяется и уже там смешными становятся дискуссии. Придут там 50 F-16, нет, не 50 F-16 придут, 6000 F-16 придут страны НАТО, общее количество самолетов F-16 НАТО 16. Но ему нравится, что он что-то говорит, его что-то боятся, он какие-то угрозы произносит. И вот этими угрозами сейчас они, между прочим, ядерные угрозы в последнее время смогли. Вот один коллега обратил моё внимание, я это даже не заметил, что в последние две недели Медведев любые там свои изрыгания по адресу Запада продолжает, но про ядерную бомбу чуть-чуть забыл. Ядерные угрозы не произносятся, а вот произносятся угрозы «дойди до Жешева». Ну замечательно. Понятно, что ни в какой Жешев они не пойдут, они понимают, что такое НАТО. Но вот и подлинная натура помахать кулачонками, показать свою юдишку ядерную или не ядерную, она их наверняка заставит в начале сентября, это традиционное время, когда будет там у них намечены российско-украинские манёвры, угрожать будет легче, они снова начнут туда забрасывать мигрантов, а под видом мигрантов там кого угодно, то ли вагнерсов, ну скорее всего не вагнерсов, вагнерсов-то не такие, чтобы туда ходить, они уже раз в Делинзор ходили, ну воспользуются они, не смогут они удержаться от этого соблазна, ну Польша очень готовится к этому с большим удовольствием, мы знаем какие войска там сосредоточены, я думаю, что Польша сознательно будет эскалировать этот конфликт, чтобы затянуть Российскую Федерацию к действию, ну когда Польша во-первых сама, она сама начнёт отвечать самым резким образом, когда её обращение, когда эти действия подходят по классификации агрессии против стран НАТО и автоматически вводят пятую статью, ну они начнут с того, что после предупреждения они будут просто расстреливать всех субъектов, незаконно пересекающих украинскую польско-белорусско-польскую границу, там убитыми будет несколько действительных эмигрантов, поднимется конечно страшный хайс польских прозащитников, но там уже будет судьба страны недоправозащитников, нанесут такие удары, что жертвы падут и белорусские пограничники и какие-нибудь посты белорусских пограничников, которые сопровождали вот это вторжение так называемых мигрантов, короче белорусско-российская страна вынуждена будет позорно утереться или тоже чем-то ответить и вот в этой эскалации Польша в конце концов перейдет объявить состояние полной войны сначала сберусь а дальше как пойдет это один из очень вероятных сценариев развития вот той я бы сказал тупиковой ситуации на сегодняшний день потому что тупиковой в том что без авиационного сопровождения это никто не скрывает осуществить планируемое наступление украинской армии не сможет а российская армия тем более ни на какое наступление не способна поэтому подводя итог я скажу что несмотря на антиукраинскую деятельность серьезной и влиятельной группой внутри администрации в регионах позиции Украины очень сильные очень сильные они опираются на ту официальную позицию Большой Семерки о победе Украины с которой сойти Большая Семерка самостоятельно без Украины никак не сможет она опирается на явную готовность Польши разобраться в конце концов с угрозами ее суверенитету она опирается на Соединенных Штатах на позицию той части политического спектра перед которой тот же Селиван вынужден изображать верность позиции Большой Восьмерки это и группировка Блинкина Остина внутри администрации и это и те и та часть республиканской партии а это две третьих республиканцев в Конгрессе они вносят и голосуют резолюции резолюции критикующие Байдена за недостаточную помощь Украине в отличие от третьих трампистов которые критикуют Байдена как человека ведущего мир к третьей мировой войне а вот наш великий Трампушка за 24 часа обо всем договорился с Москвой это сильная позиция Украины ну последнее что я хотел да надо пробежаться по вопросам скажите пожалуйста почему Америка такая трусливая почему демонстрирует перед российским мы вот я целый час рассказывал значительная часть американского политика вот такая вот такая но даже ее мы зашиворот вот это вот что великая держава Украина что она делает целый год она зашиворот втаскивает трусливую Америку обратно в мировую политику из которой трусливая Америка Трампов и леваков и леваков демократической партии демократической партии в администрации Байдена сторонников вот так называемый реал политик типа Селивана и Байден тянет и Бернса тянет из мировой политики я думаю то что я рассказываю ну что самые горькие характеристики может дать этой трусливой Америки но мы вытащим ее мы ее вытащим как вы считаете добьется ли Америка к концу года к концу года ну если мы добьемся два 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 развития могут привести к концу года первое быстрая поставка поставка Ф-16 и Атангсов в течение недели война закончится если сотни Ф-16 и они даже могут не начинать действовать просто вот сам факт поставки Ф-16 и ракета будет означать что группа соглашателей в Америке на которую делает ставка Москва потерпела поражение и вот те процессы в бункере о которых я говорил они резко резко будут активизированы это первый вариант а второй вариант Польша очень грамотно воспользуется наглой попыткой заслать туда каких-то террористов через якобы мигрантов воспользуется очень креативно и втянет и вытащит Россию на применение статьи пятой НАТО тогда войска война тем более закончится уже не за несколько недель тоже за неделю да почему директор СУН несет ответственность за поддержку агрессии я не знаю что значит не знаю я знаю почему ну потому что для американской администрации ну сейчас объявить предателем директора ЦРУ ну это что а он предатель он предатель я еще вот я каждый раз перед каждым своими выступления я читаю еще раз эту статью неужели это действительно так нет это действительно так он уговорил Путина не ходить далеко не нападать на великое НАТО а за это великая НАТО не позволит Украине удалять по российски вот это дословно написано и это дословно соблюдается директор конечно он предатель Соединенных Штатов рано поздно его будут судить так Трамп Трамп ну война закончится до прихода Трампа раз и во вторых Трамп не выиграет выборы очень важно сейчас для Америки для республиканской партии сейчас выбрать кандидата твердо стоящего на проукраинских позициях и беспощадно критикующего вот именно так как вы ставите вопрос как директора ЦО как предателя Байдена как нерешительного дедушку и так далее такой кандидат такие кандидаты есть в республиканской партии вот надо объединиться вокруг одного такого такой кандидат мои американские друзья республиканцы я к вам обращаюсь они не только такой кандидат не только выиграли республиканской партии Белый дом он выиграл Конгресс с большим преимуществом так как вы думаете не провоцирует или нерешительность США Китай на захват Тайваня провоцирует провоцирует но пока-то Китай не смотрит чем кончится вот бесят меня вот такие аргументы ну кроме того что мы уже слышали что нам важнее там против Китая и так далее я даже такое слышал на днях ну как же так мы все отдадим украинцам а чем же мы будем с Китаем ну во-первых с Китаем вы будете бороться это будет морской бой а не столько а во-вторых никакое оружие не спасет Китай если у вас не будет не спасет Тайвань если у вас не будет политической воли судьба Тайваня решается сегодня на полях битвы в Украине если Россия будет унизительно и показательно разгромлена все поймет что Запад не ушел на пенсию что все-таки Украина ее друзья втащили Соединенные Снаты зашиворот в обратно в мировую политику и теперь они из нее никуда не идут и ни на какой Тайвань он никогда не решит да он потеряет власть он же пошел на государственный перебород в Китае он нарушил вот систему созданную стабильности созданную Денциапином не больше двух сроков каждому руководителю он обещал что вот дайте мне я вот сейчас Америка видите она как из Афганистана бежала и Украину они собираются защищать я вот Америку уже бумажные тигры я вот Тайвань вернул его на родине все все решается сейчас на поле боя в Украине так Китая да правильно Иван Антонович Китаю выгодно ослабление России но почему почему Китай ему выгодно ослабление России но он же сегодняшнее руководство Китая оно фанатично антизападно и ему выгодно любое ослабление Запада тоже Китай я же писал подробно анализировал эту статью эту дилемму китайскую в статье в ожидании трупа прорывающего прийти трупа врага ведь Китай толкнул Путина на эту войну помните он приехал в каком возбужденном состоянии в феврале с Олимпийских игр его совершенно безумная пресс-конференция с Макроном где он грожал Украине нравится не нравится и проболтался о своей ядерной стратегии Китай его подтолкнул потому что Китай выигрывает в любом случае вот если бы эта авантюра удалась и как бы програнизировала то же самое ЦРУ Украина пала бы за 7 дней то на следующие 7 дней пала бы и Тайвань что Китай и все бы поняли бы не только Китай а все поняли бы на Дальнем Востоке что США не на что не способны то есть в одном случае приз для Китая Тайвань а полное поражение Путина ну Китаю придется взять под свою защиту сибирское население тем более там исконные китайские земли от Водовостока до до Северного моря так и называют Байкал то есть Китай любой приз или Тайвань или Сибирь похоже что не похоже а точно что у него будет Сибирь сможет ли склонить Казахстан к активному вовлечению войсками в войну нет не сможет не сможет Рахум Расул извините Расул Расул Рахумов не сможет как он сможет Казахстан сам такой глупости не пойдет а что он угрожать Казахстану будет а Казахстан Китай несколько месяцев назад заявил что полностью гарантирует территориальную целостность и суверенитет Казахстана так что это света света последнего ядерный шантаж наказуем в ООН чечельки за непокой и чечельки по русски обеспокоенности как замечательно по-украински звучат обеспокоенность за непокой да ну победа Украины после каждой мировой войны а мы уже с вами говорили что четвертая мировая война держава-победительница создают новую систему безопасности а держава-победительница в этой войне несмотря на сегодняшние трудности на все колебания запада но как показывают как мне кажется я хотел как показывают сегодняшние расклады победительна будет Украина Великобритания и втащенные за шиворот в этот же круг победителей Соединенные Штаты Америки вот эти великие державы и будут создавать новую организацию Ленинных Наций ну все вот на этой позитивной ноте я поздравлю закончу я сегодня перебрал немножко со временем но тема очень серьезная была так что добро пожаловать в Жехов товарищи чекисты мы вас там ждем